Чарний Геймоши Учантер, Россия, почему Россия не отдает мне вершка Курильской земли? Александр Габуев Чарний Геймоши Учантер, Россия 3 февраля 2019 года Честно начать готовить общественное мнение к тому, что с мечтой об Итурупе и Кунашире как части японской территории придется навсегда попрощаться, а б не готов. Но этот подход для России совершенно неприемлем. Уж если решать территориальный спор и закрывать пограничный вопрос, то навсегда, а не с возможностью обострить его в любой момент безусловно, этот визит пойдет на пользу развития двусторонних отношений и будет приближать нас к решению ключевых вопросов, заявил Владимир Путин после двухчасового разговора с японским премьером Синдзабе в Кремле. Несмотря на колоссальные, и, надо сказать, изрядно подогретые токи, ожидания, встреча двух лидеров не привела к какому-то видимому сдвигу по главному вопросу, решению застарелого территориального конфликта. Со стратегической точки зрения это решение вроде как нужно и России, и Японии. Однако из-за идеального шторма, в котором сошлись геополитика, внутриполитическая ситуация в обеих странах и состояние российской экономики, сейчас прорыв кажется делом попросту невероятным. Календарь на службе дипломатии если Москва и Токио и правда собираются решить территориальные споры о принадлежности южных Курил, то сейчас вроде как самое время это решение активно искать. С одной стороны, к этому подталкивает выборный календарь в обеих странах. Синдзабэ должен покинуть свой пост в сентябре 2021 года, войдя в историю как правитель Японии, пробывшую власти наибольший срок за последние 150 лет. Путин в прошлом году триумфально переизбрался на новый срок, после истечения которого в 2024 году должен будет покинуть Кремль, если придерживаться Конституции. Именно это пересечение календарей подталкивает команду АБЭ к действиям. Премьер, недавно вновь поклявшийся на могиле своего отца, бывшего главы МИД Японии, делать все возможное для заключения мирного договора с Россией, убежден, что если Москва и Токио смогут договориться, то именно благодаря политической воле двух стоящих сейчас у руля правителей. Путин же, если и правда хочет войти в историю как оформитель границ земли русской, правда, с оговорочкой по Крыму и Грузии, тоже должен использовать нынешний момент. Не меньшую роль играет и глобальный геополитический расклад, из-за которого обеим странам есть смысл поскорее нормализовать отношения. Япония обеспокоена стремительным сближением России и Китая при растущей асимметрии между ними и хотела бы откатить уровень этого сотрудничества к докрымскому периоду. Еще один повод для беспокойства Токио – все меньшая предсказуемость США, главного внешнеполитического партнера и гаранта безопасности. Москва же, несмотря на объективные и неизбежные после присоединения Крыма Дреев крепкие объятия Пекина, не хотела бы попадать в чрезмерную зависимость от китайских товарищей, а потому альтернативные партнеры ей нужны, и в Азии, и глобально. Япония давно претендует для России на роль, по выражению Дмитрия Тренина, Германии на востоке. Главное препятствие на этом пути – как раз вопрос о принадлежности южных Курил. Учитывая эти внутренние и внешние расклады, в ноябре прошлого года на Восточно-Азиатском саммите в Сингапуре Путин и АБ условились начать переговоры по мирному договору, опираясь на Московскую декларацию 1956 года. Схема компромисса, который позволил бы решить территориальный спор, выглядит примерно так. Япония и Россия подписывают мирный договор, в котором Токио признает итоги Второй мировой войны, а значит, и территориальные права РФ на все четыре острова Ужнокурильской гряды, после чего остров Шикота на грядах и Бомая передаются Японии в качестве жеста доброй воли. Оставшиеся два острова – Кунаширо и Туруп – остаются российскими, но на них действует особый визовый режим для японцев и ведется совместная хозяйственная деятельность. В результате Россия получает приток японских инвестиций и технологий, хотя с передачи островов это увязываться не будет. В идеальном мире, где царствует стратегическая логика, этот компромисс выгоден и России, и Японии. Но в реальном мире схемы неизменно разбиваются о несколько препятствий, которые именно сейчас выглядят все менее преодолимыми. Отдать нельзя передать команда Синдзе Б пытается активно изменить японское общественное мнение по вопросу северных территорий, и, как показывают ноябрьские опросы газеты Майнити, ей это даже удается. 55% японцев поддерживает схему решения спора, продвигаемую премьером, а против выступает 27%. Казалось бы, отличный фон для смелых политических шагов, но дьявол кроется в деталях. Дело в том, что схема, которую Абе и его советники пытаются продать населению, выглядит так. Япония получает два маленьких острова и эксклюзивные права на безвизовые посещения и хозяйственное освоение, вместе с россиянами, Кунаширой и Турупа, а в обмен лишь подпишет мирный договор. Символические требования в отношении двух крупных островов Япония не снимет, что позволит стране не потерять лицо. Единственное, что об этих требованиях не будут слишком часто и громко вспоминать. Таким образом, и журавль национальной гордости будет гордореть в небе, поскольку от своих территориальных претензий Токио совсем не откажется, но и шикотанско-хабамайская синица окажется в руках вместе с кунаширской и турупскими гребешками и крабами. Честно начать готовить общественное мнение к тому, что с мечтой Абе и Турупе и Кунашире как части японской территории придется навсегда попрощаться, Абе не готов. Но этот подход для России совершенно неприемлем. Уж если решать территориальный спор и закрывать пограничный вопрос, то навсегда, а не с возможностью обострить его в любой момент. Именно поэтому в качестве предварительного условия Россия называет признание Японии итогов Второй мировой войны, включая, разумеется, суверенитет России над всеми четырьмя островами. Именно этот пункт на протяжении последнего месяца с разной степенью дипломатичности озвучивает глава МИДа Сергей Лавров. И если насчет шикотанных Абама и Кремль, возможно, готов при определенных обстоятельствах подумать, хотя и тут уверенности нет. Поскольку многие российские чиновники и особенно военные против передачи каких-либо территорий в принципе, то Кунаширы и Туруп, обустроенные, заселенные и обеспечивающие Россию контроль над Охотским морем, никто отдавать точно не собирается. Пункт о безоговорочном признании российского суверенитета над островами настолько важен, что российские дипломаты любят объяснять, почему в случае, если ситуация все же решится на основе декларации 1956 года, Москва маленькие острова не вернет, а именно передаст, вернуть можно только что-то чужое, а Хабамай и Шикотан наши, так что мы их, если что, именно передадим, как жест доброй воли. Чтобы понять, как подобные мелочи могут влиять на процесс переговоров, достаточно посмотреть на безрадостные попытки Москвы и Токио создать условия для совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Договорившись об этом в принципе в конце 2016 года, стороны уже два года не могут начать вместе выращивать гребешков или производить электроэнергию из ветра. Причины – в юридической базе для работы. Допустим, если совместная деятельность на одном из островов будет предполагать совместное потребление российскими и японскими рыбаками водки и саки, после чего они вступят в практическую дискуссию о преимуществах дзудо и самбо и нанесут друг другу увечья. Какие органы правопорядка будут утихомиривать драчунов? Какой суд будет разбирать дело о побоях? В какой бюджет будут платиться штрафы? Кто будет сертифицировать и лицензировать выращенных совместно гребешков? Ответы на эти вопросы юристы пытаются найти уже не первый месяц, и пока без особых результатов. Без решения этой дипломатической головоломки никакой прогресс невозможен. Но даже если удастся найти формулу, которая устроит и государство российское, и японский народ, эту формулу предстоит объяснить народу русскому. Ведь, согласно опросам Левада-центра, число сограждан, которые выступают резко против передачи Японии каких-то островов, после развала СССР никогда не опускалось ниже 70%. Чтобы попробовать изменить этот устойчивый консенсус, особенно в условиях падения путинского рейтинга по итогам пенсионной реформы, Кремль должен будет очень четко объяснить, что именно Россия получит взамен. А вот с этим как раз большие вопросы. А что взамен? Позиция Токио проста. Москва в обмен на два маленьких острова получит мирный договор, который улучшит отношения между странами и позволит японским компаниям как следует вложиться в Россию. В качестве демонстрации того, что это может дать России, премьер Абе и его команда придумали план из восьми направлений экономического сотрудничества. По словам самого премьера, сейчас этот план состоит из 170 конкретных проектов, демонстрирующих все выгоды от сотрудничества с Японией, особенно в плане модернизации российской экономики, повышения качества жизни россиян и развития Дальнего Востока. Еще пару лет назад Москва имела относительно этого подхода какие-то ожидания. На сомнительное хмыканье экспертов и вопросы, не постигнет ли многостраничные списки российско-японских проектов учесть аналогичных списков, которые каждый год с помпой утверждаются Москвой и Пекином. До стадии реализации доходят единицы. Профильные российские чиновники говорили, что меморандумы о намерениях с японцами – это более надежно, чем обязывающие соглашения с китайцами. Но за прошедшие два года выяснилось, что это не так, никаких крупных и многочисленных японских инвестиций в российскую экономику так и не пришло, если не считать прошлогодних сделок по покупке японта бочеданского табака и вложений консорциума японских компаний в 10% Хабаровского аэропорта. Торговля в прошлом году выросла вслед за ценами на нефть на 20%, до 20 миллиардов долларов, о чем Путин и АБ много упоминали, но этот прорыв – лишь возвращение к уровню 2007 года, а рекорд 2008 года, когда Россия и Япония наторговали на 29 миллиардов долларов, так и не побит. Теперь планка 30 миллиардов долларов товарооборота объявлена новой амбициозной целью. Почему японские компании не стремятся вкладываться в Россию? Дело тут не в отсутствии мирного договора, а в набившем оскомину сочетании негативных факторов, которые сейчас сложились в токсичное созвездие. Цены на природное сырье волатильны, и мало что доказывает окупаемость новых дорогих проектов в горизонте 10-15 лет. Рассчитывать на рост внутреннего рынка тоже особенно не приходится. Если открыть долгосрочный прогноз Минэкономразвития РФ, которое возглавляет председатель российской части межправительственной комиссии с Японией Максим Орешкин, то до 2036 года российская экономика будет расти темпами 3,3%, ниже среднемировых, при условии, что будут выполнены новые майские указы Путина. В 2018 рост составил ниже 2%, а майские указы Путина 2012 года были выполнены менее чем на 20%. Наконец, если открыть опросы японского бизнеса о работе в России, главными негативными факторами японцы называют постоянно меняющиеся правила игры, валютные риски и коррупцию. А с 2017 года к этим рискам добавились перманентные американские санкции, которые после выхода доклада спецпрокурора Роберта Мюллера могут только усилиться. Японские банки в прошлом году помогли выпустить Газпрому облигации в иенах, однако отказываются открывать кредитные линии российским банкам и компаниям. Это возможно только для японских компаний, работающих в России, и то все хотят гарантии государственного бич. Получается, что по-настоящему крупные японские инвестиции, вроде стройки газового завода на Сахалине или производства Тойота в Ленинградской области, происходили в 2000-е и без всякого мирного договора и без надежд на решение территориального вопроса, просто потому, что тогда это было выгодно. Цены на углеводороды росли. Россия демонстрировала устойчивый рост ВВП и никакими санкциями обложена не была. Сейчас, несмотря на попытки АБ заставить бизнес-инвестировать в Россию, крупных сделок, сравнимых с проектами середины нулевых, на горизонте не видно, остается рапортовать о растущем вкладе японских компаний в курение среди россиян, о снижении пробок в Воронеже на 20% благодаря установке умных светофоров японского производства и успехах внедрения кайдзе на российских заводах. Проблема АБ в том, что, в отличие от китайского лидера Си Цзиньпина, он не может просто приказать японским компаниям вкладываться в Россию по стратегическим соображениям. В итоге в конкуренции за лояльность путинского окружения среди бизнесменов и капитанов госкапитализма Пекин обыгрывает Токио в чистую. Ведь противопоставить что-то многомиллиардным китайским кредитам и инвестициям для подсанкционных компаний бизнесменов вроде Геннадия Тимченко Япония просто не может. Хотя глава государственного ИБИЧ Тадаси Маэда очень близок к премьеру и понимает всю стратегическую значимость попыток АБ вытянуть Россию из китайских объятий. Москва пыталась подтолкнуть Токио к тому, чтобы японцы добивались расположения Путина по китайскому сценарию, и потому активно предлагала японцам вложиться в проект строительства моста на Сахалин. Компании давнего знакомого президента РФ, дзудаиста Аркадия Ротенберга, как раз достроили Крымский мост, а тут дорогую технику можно было бы перебросить на другую стройку века. Но японцы, посчитав коммерческие и санкционные риски, вежливо отказались. На страже горбуши и подлодок помимо хозяйственных неурядиц, Россию не могут не беспокоить вопросы безопасности. Минобороны не говорит публично, имеет ли Хабамай и Шикотан хоть какое-то стратегическое значение. На Шикотане есть мини-базы патрульных кораблей, в основном они задействованы для охраны газграницы и плавающих в исключительно экономической зоне РФ Горбуши и Ментая. Остров Шикотан и Грида Хабамай расположены к востоку от Кунашира, так что в оформлении контура российской территории вокруг Охотского моря они напрямую не участвуют. По крайней мере, Москва никогда не использовала этот аргумент, добиваясь признания стратегически важного Охотского моря своим внутренним морем в соответствии с определениями Конвенции ООН по международному праву, куда большую роль тут сыграло решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа признать российской территорией НКЛА в центре Охотского моря, принятой в 2014 году. Через проливы вокруг спорных островов выходит на патрулирование в мировой океан подлодки Тихоокеанского флота РФ, но так ли критично важны для обеспечения малозаметности этих маневров российский флаг над Шикотаном и Хабамайскими скалами, доподлинно неизвестно. Тем не менее Россия отбивается от Японии гарантией, что в случае их передачи на Шикотане и Хабамай не появятся военные объекты США, хотя американцы никогда не говорили о подобных планах. Да и стратегические выгоды от такого шага совсем не очевидны, не говоря уж о расходах, которые важны для администрации Дональда Трампа, ведь разместить какую-то военную инфраструктуру на соседнем Хоккайдо будет дешевле. Для Москвы важен сам принцип. Но также важен принцип и для Токио, что это будет за суверенитет, если хозяин территории не может сам решить, приглашать на свои новые владения ближайшего союзника или нет. Помимо дискуссии о распространении Америка на Японского союза на Шикотане и Хабамай в случае, если Россия все же решила бы передать острова, Москва хочет увязать дискуссию о безопасности с более широким комплексом вопросов, например, о размещении в Японии элементов американской системы противоракетной обороны. Для Токио такие увязки, очевидно, неприемлемы, что делает всю дискуссию еще более сложной. Тактика против стратегии и главная для Кремля проблема во всей игре вокруг Курил заключается в следующем. Решение вопроса о границах РФ в Азии, использование японского ресурса для модернизации своей экономики и развития Дальнего Востока, несомненные стратегические приоритеты. И Шикотан с Хабамами – вполне приемлемая цена, чтобы наконец-то превратить Японию в полноценного партнера России, который будет балансировать растущее китайское влияние. Хотя, конечно, о замене Китая речь не идет, отношения с Пекином слишком выгодны и важны, чтобы ими жертвовать. Но получить все эти выгоды от улучшения отношений с Японией в обозримой перспективе Россия не сможет даже ценой двух островов. Для этого Москве придется прежде всего изменить подход к управлению своей экономикой, выбрав приоритетом развития за счет предпринимательской инициативы и прозрачных правил. Гарантом их соблюдения должен стать независимый суд, а не контроль. Во-вторых, нужно, чтобы изменились отношения России с Западом, и прежде всего с США, а это означает изменение всей внешнеполитической философии Кремля. Оба фактора, особенно отношения с Америкой, не полностью находятся во власти Владимира Путина. Именно поэтому в нынешней ситуации Кремль действует по-своему очень рационально. Раз никаких реальных и масштабных выгод от сближения с Японией мы не увидим, то всерьез готовиться к сложному компромиссу и не нужно. Ведь, играя в переговоры, никаких ресурсов мы не тратим. А побочные положительные эффекты вроде растущей нервозности в отношениях Токио и Вашингтона падают в руки сами собой. Почему бы тогда не продолжить игру? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.